Аналитика от Макси Форекс используется информационным агентством банкир.ру, ведущим банковским порталом России, Ассоциацией региональных банков России, Национальной ассоциацией кредитных брокеров и финансовых консультантов, холдингом 123service.ru и многими другими лидерами финансового рынка. Здравствуйте! Сегодня 30 октября и вы смотрите ежедневный обзор и прогноз рынка от Макси Форекс. В начале новой недели единая валюта снова оказалась под давлением. Новые негативные данные из Испании по розничным продажам вынудили евро покинуть боковой диапазон предыдущей сессии, пробить ключевой уровень поддержки 1.29 и зафиксировать на снижении минимальный дневной уровень 1.2885. Слабые макроэкономические данные конца прошлой и начала новой недели продолжают укреплять доллар по всему спектру рынка. В этой ситуации, несмотря на усилия быков по евро начать восстановление, им удалось только удержать валюту от дальнейшего падения. На европейской сессии и далее до конца дня евро-доллар торговался в узком боковом диапазоне, ограниченном уровнями 1.2885-1.2918. Дальнейшая динамика пары во многом зависит от событий сегодняшнего дня. Разрастание урагана Сэнди в США до небывалых размеров и предполагаемые огромные убытки в экономике страны уже сейчас вызывают бегство инвесторов из рисковых активов и могут способствовать повышению стоимости американской валюты. Тем не менее, пока валюта остается в диапазоне восходящей коррекции. Если ценовому движению пары удастся пробить на снижении минимальный уровень пятницы 1.2882, нисходящее движение продолжится. В этом случае целями снижения станут уровни 1.2874 и 1.2807. Если же пробой не состоится, единая европейская валюта возобновит коррекционный подъем к целевым уровням 1.2921, 1.2968 и 1.30. В октябре цены на жилье в Великобритании отметили четвертый месяц падения, что подтвердило низкую вероятность восстановления рынка недвижимости без устойчивого экономического роста. Рост кредитования жилищного строительства также оказался довольно вялым. В своем выступлении на прошлой неделе глава Банка Англии Мервин Кинг заявил, что процесс восстановления в стране протекает медленно и неуверенно. Это, в свою очередь, усилило спекуляции среди участников торговли о возможном увеличении Банком Англии программы финансового стимулирования экономики. Вероятность дополнительных финансовых вливаний вызвала негативную реакцию рынка и активизировала новые продажи британской валюты. На этом фоне фунт возобновил коррекционное снижение и к концу американской сессии зафиксировал откат 61,8% Fibonacci, сформировав дневной минимум на отметке 1.6006. В нашем прогнозе на вторник предполагаем попытку пары активизировать восходящую коррекцию и пробиться выше уровня дневного разворота 1.6042. Если это удастся, последует продолжение подъема к уровню 1.6060 и выше в направлении ключевого уровня сопротивления 1.61. Если же пробой не состоится и пара пробьет на снижение вчерашний минимум 1.6006, нисходящее движение продолжится. В этом случае целями движения станут уровни 1.5991 и 1.5977. Наши рекомендации по ценовому движению металлов на вторник. После вчерашнего снижения уровни поддержек и сопротивления на рынке драгоценных металлов практически не изменились. Уближайшим краткосрочным сопротивлением для золота остался ценовой уровень 1.717 долларов за тройскую унцию. Пробой этого сопротивления откроет путь к следующим целевым уровням 1.737 и 1.753 доллара. Ближайший уровень поддержки металла находится на уровне 1.697 долларов. Если он будет пройден, возможно дальнейшее снижение к целевым уровням 1.683 и 1.662 доллара за унцию. Уровень сопротивления для серебра также не изменился и по-прежнему находится на отметке $32.40 за унцию. Если движение в этом направлении возобновится и сопротивление будет пробито, металл поднимется к целевым уровням $32.60 – $33.20 за унцию. Уровень поддержки серебра остается на отметке $31.60. Если котировки преодолеют его, откроется путь к следующим целям $31.20 и $30.80 за унцию. В экономическом календаре вторника Банк Японии опубликует решение по основной процентной ставке и комментарий к решению. Изменения здесь не планируется, норматив ставки будет сохранен на прежнем уровне менее 0,1%. Сегодня же состоится пресс-конференция руководителей Банка Японии. Австралия отчитается сегодня по объему продаж жилья на первичном рынке недвижимости за сентябрь. Великобритания опубликует объемы розничных продаж по данным Конфедерации британских промышленников за октябрь. Испания опубликует прирост объема ВВП за третий квартал, а в американской статистике будет опубликован индикатор потребительской уверенности за октябрь. Кроме того, сегодня состоится выступление главы Центрального европейского банка Марио Драги. Более подробную информацию по движению валют на рынке смотрите на сайте maxiforex.ru в разделе прогнозы. Желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс.